Привет-привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня 10 октября 2024 года и у нас ожидается традиционный интересный выпуск. Поговорим с вами о военной обстановке в городе Киеве. У нас сегодня в дневное время была одна воздушная тревога. Обязательно расскажу, что же сегодня происходило. Еще по традиции поговорим о погоде. Как можем наблюдать, сегодня прекрасный, практически безоблачный день. Удивительная погода. Видим даже человек 10 октября лежит на пляже. Представляете? Практически середина октября. Поэтому будет очень интересно. Еще сегодня в процессе данного видеоролика планирую зайти в супермаркет Ашан. Обязательно посмотрим цены на мясо. Куриное мясо, говядину, свинину. Также на основные продукты питания. Еще сегодня планирую приобрести какие-либо кое-какие продукты. Вот. 100% куплю куриное мясо, сыр, возможно еще что-то. Поэтому не переключайтесь, дорогие друзья. Я в конце обзора обязательно покажу, что же сегодня купил в супермаркете в Ашане в Киеве в октябре 2024 года. Я нахожусь в Дарницком районе Киева возле озера под названием Солнечное. Сейчас посмотрим, какая же у нас тут водичка. Ой, знаете, такая прям, ну, прохладненькая. Не сказал бы, что слишком холодно сейчас. Ну, знаете, если вы закаленный, то, думаю, можно даже покупаться. Ну, недолго. Буквально там на две минуты зайти в водичку, окунуться и выйти. Получите заряд бодрости и энергии на весь день. Вот видим голубь. Только что пытался там что-то, наверное, взять. Не знаю, голуби, насколько мне известно, рыбу не едят. А, смотрите, рыбка прыгнула. Ну, да. Наверное, пытался поймать рыбу, но у него не получилось. И сегодня, дорогие друзья, настал тот потрясающий день, когда я буду кормить уточек. Как помню, постоянные подписчики моего канала ежедневно на завтрак ем куриные яйца и собираю скорлупу для потрясающих пернатых созданий. А то мне уже подписчики мои дорогие, любимые, знаете, вот уже пишут в телеграме. Саша, когда ты будешь кормить уточек, а то уже прошло две недели, мы уже переживаем. Может, там ты что-то поменял в своей жизни, перестал есть на завтрак куриные яйца. Я говорю, нет, нет, все у меня стабильно пока в жизни. Поэтому сейчас достаю скорлупу и буду кормить потрясающих пернатых созданий. Вот, смотрите, два селезня плывут впереди и за ним две уточки. Вот, гармония природы, селезни, уточки. Вот, все как надо. Вот, смотрите, они уже хотят кушать. Смотрите, как купаются. Прикольно. Интересно так наблюдать за ними. Прикольное создание. Смотрите, как она плывет. Нырнула, вынырнула. Нырнула, вынырнула. Интересно, да? Так, сейчас насыпаю скорлупу яичную. Вот, примерно за две недели. Вот так вот скопилось, может, чуть меньше. Нужно еще пакетик сверху выбросить. Там мусорные баки стоят. Вот, высыпаю все. Кстати, такой нюанс. Если вы, дорогие друзья, захотите покормить уточек, хлебом или какими-то булочками, то ни в коем случае этого не делайте, потому что это очень опасно для их здоровья. Уткам можно есть каши разнообразные, желательно вареные, а также яичную скорлупу. Она для них очень полезна. Это источник кальция. Поэтому можете последовать моему примеру. Если у вас есть желание и возможность, конечно, и собирайте вот яичную скорлупу, выходите на водоемы и кормите потрясающих пернатых созданий. Они будут вам за это очень признательны. Так, выбрасываю пакетик и двигаемся с вами дальше. И давайте поговорим о погоде. Сегодня в Киеве потрясающая погода. Температура воздуха составляет до плюс 20 градусов. Самое настоящее бабье лето. Ой, дорогие друзья, я, если честно, очень жалею, что вышел сегодня в курточке. Потому что мне... Ну, я в футболке и в куртке. И реально очень жарко. Просто я сейчас вот иду и весь мокрый. Хорошо, что есть хотя бы такой небольшой ветерочек. Прохладненький. Потому что если бы его не было, то жара бы ощущалась, мягко говоря, очень сильно. 10 октября. А температура воздуха как будто сейчас лето. Но такая погода продлится недолго. Сегодня и завтра. В субботу на протяжении всего дня ожидаются довольно сильные дожди, ливень. Поэтому готовьте свои зонтики. И теплые курточки. Потому что после субботы в Киеве ожидается довольно существенное похолодание. Температура воздуха в дневное время будет составлять около 10 градусов тепла. А ночью до плюс 2 градусов. Представляете? Вот уже будут первые заморозки. Ну, иногда, знаете, в октябре уже снег идет. А сейчас плюс 20. Вот так вот меняется климат. Конечно, когда ты читал такую информацию, что лет через 50 у нас может быть такой климат, как сейчас в африканских странах. Вот зимы вообще не будет. Посмотрим, как оно будет на самом деле. Главное, чтобы мы это увидели. Чтобы мы до этого дожили, дорогие друзья. Так, вот, смотрите, что-то тут прорыли. Не знаю, тут авария какая-то или еще что-то. Приехали коммунальные службы на машине. Они стараются, делают. В общем, молодцы. И давайте поговорим по поводу военной обстановки в городе Киеве. У нас сегодня в дневное время была одна воздушная тревога, которая объявлялась в связи с угрозой применения баллистического вооружения. Но, исходя из официальной информации, запусков ракет не было. И тревогу отменили примерно через 20 минут. Вот. Ночью у нас сейчас обстановка была спокойная. Слава богу, стабильная. Именно в Киеве тревог воздушных не было. Могли сегодня хоть выспаться. Знаете, хоть нормально спали. Нормально спали, потому что вот каждую ночь практически у нас были запуски ударных дронов. Я об этом рассказывал в своих прошлых роликах. Иногда было такое, что приходилось всю ночь сидеть в укрытиях и не спать. Поэтому было, мягко говоря, непросто. Вот двигаемся с вами дальше. Видим, в спальном районе продают такие яблочки. Интересно, по 30-35 гривен яблоки. Прикольно. Так, наверное, привезли их откуда-то с какого-то хозяйства. И продают здесь для жителей Дарницкого района вкусные свежие наливные яблочки. Вот сейчас направляюсь в сторону Ашана. Обязательно посмотрим цены на яблоки в супермаркете. И сравним, где же дешевле. В спальном районе или в супермаркете. Еще вчера у нас было такое происшествие. На некоторое время, примерно на полчаса, закрыли станцию метро Днепр. Была информация, что неизвестные люди бросили мину в вагон метро на Арсенальной. Но потом, впоследствии выяснилось, что это была не мина, а фильтр от противогаза. Но он действительно очень похож на мину. Сейчас смотрю эти кадры. Если вы представляете противогаз и фильтр, он действительно похож на мину. Все люди, конечно, испугались, выбежали. Ну, сами понимаете, такое время, непростое война. Люди на нервах, на стрессе. Ну, я бы, если честно, тоже испугался. Если бы видел вот нечто подобное в метро, то лучше, конечно, ушел бы от греха подальше. Потом выяснилось, что этот фильтр бросил десятилетний мальчик. Таким образом, школьник хотел пошутить над пассажирами. Полицейские составили админпротокол на мать этого мальчика, а с ним провели профилактическую беседу. Вот такая вот, такие шутки. Ужас, конечно. Да, не знаю. Ну, в 10 лет, конечно, тут нужно разбираться больше с родителями, мне кажется. Потому что в таком возрасте еще человек, наверное, до конца не понимает, что же он сделал. Конечно, да. Такое себе. Вот, кстати, видим школу в спальном районе Киева. Интересно так сделали. Очень красиво. Называется Американская международная школа и университет. Даже есть англоязычный детский садик. Ну, это, я так понимаю, платная школа, потому что написано скидка жителям района. Вот. Платная частная школа. Ну, сделали, конечно, очень даже неплохо. Интересно, сколько же здесь стоит обучение. Если кому-то из подписчиков интересно, то напишите в комментариях. Обязательно в следующих видеороликах посмотрю и расскажу. Сейчас направляюсь в сторону супермаркета Ашан. Кстати, это самый большой Ашан Украины. Посмотрим, что же у нас там продается. И для своих заграничных подписчиков напоминаю. Один доллар у нас сегодня 41 гривна. Один евро 46 гривен. И как узнать цену в валюте? Нужна стоимость, которую вы видите в гривнах, разделить на 41. И узнаете цену в долларах. И на 46. И узнаете стоимость в евро. Зашел в Ашан. Вот видим, тут какая-то тематическая выставка. Вот вино, смотрите, предлагается по 179, 149, 226. Тут, кстати, в Ашане на центральной аллее периодически проходят разнообразные тематические выставки. Вот сегодня это выставка вина. Вот итальянская бокала, 429 гривен. Это примерно 10 долларов. Сыры, смотрите, зарубежные тоже. Французский сыр Бри, 60% жирности, 500 гривен за килограмм. Вот есть 600, 520, 120, самый бюджетный. В общем, на любой вкус и цвет. Ну, вино мне, если честно, не особо интересно. Я алкоголь не употребляю, поэтому двигаюсь дальше. Ого, Эйфелева башня. Интересно. И цвет такой красивый, смотрите. Бирюзовый, лавандовый. Тут можно приобрести все в таком цвете. Даже чемодан за 2,5 тысячи. Книги разнообразные. Прикольно так сделали, что все в одной стилистике, в одной цветовой гамме. Прикольно. Кастрюли по акции продаются. Вот, 369, 469. Хорошие скидочки. Ну, нас больше интересуют продукты, поэтому двигаемся дальше. Хотя, по дороге такое дерево. Ялевец, 179 гривен. Не знаю, дорого это или дешево. Вот еще дерево, смотрите. Можно посадить вишню за 249 гривен. Если у вас есть какой-то участок, где это можно посадить, то вам, наверное, очень повезло. Ну, одежда, футболка и леггинсы 349 гривен. Носки по 35. Феликс корм для котов 14 гривен. Влажный, вот сухой. Смотрите, Пурина Ванн 200 гривен за пачку вот такую. Там грамм 300, наверное. Что еще мы видим? Ферри, моющее средство 129 гривен за 1 литр. Ого, что это такое? Коньяк в виде эйферевой башни. 1300. Прикольно, интересно, наверное. Что ж, у нас тут еще по акции? Ягермейстер, ликер 449. Пиво 4 упаковки за 100 гривен. 4 баночки. Ого, кола 30 гривен, литр 25. Так, наверное, я возьму колу. Что-то как-то, не знаю, очень-очень хочется. Без сахара. Что еще мы видим? Чипсы по акции. 39,90. 1 доллар, пачка чипсов. Вот печень, трески в банке. 110 гривен. Что еще у нас дальше? Очень хорошие акции, конечно. Макароны. 500 грамм. 37,90. Итальянские макарошки. Смотрите, made in Italy. Класс, вообще. Прикольно. Кофе, чипа. 90 гривен. Тоже неплохая цена, на мой взгляд. Так, посмотрим еще сейчас вместе с вами цены на молочку. Смотрите, молоко. Жирность 2,6%. 44 гривны. За вот такую бутылочку. Там примерно 800 миллилитров. Так, еще сейчас еще творог. О, нашел творог. Беллоцеркевской. 5% жирности. Так, посмотрим, что там у нас по срокам. До 18-го, 10-го. Ну, там еще был до 25-го какой-то. Вроде. Ага, вот до 22-го. Этот посвежее. Так. Сейчас еще поищем. Его тоже до 22-го, 10-го. Ой, упал он. Конечно, сложно и снимать, и набирать творог. Но такова жизнь, как говорится. Так, направляемся дальше. Хочу взять йогурт. Вот как я обещал. Посмотрим цены на яблоки. В среднем по 30 гривен. Ну, в зависимости от того, какой сорт. Есть такие большие вкусные наливные по 35. 31, 24. Самые бюджетные. Ну, чуточку дешевле, чем там. Буквально на пару гривен. Вот я думаю взять сейчас такие по 29. Хотя, не знаю, что-то у меня... Такие сомнения какие-то. Наверное, яблоки сегодня брать не буду. Еще есть яблоки подороже. 43. В зависимости от того, конечно, какой сорт. Картошка 25. Точнее, 24. 84. Лимоны по 100. Лайм 144. Вот, кстати, очень люблю чай с лаймом. А обычные лимоны 59.90. Вот еще всякие помело. Сейчас вместе с вами пойдем посмотрим цены на мясо. Апельсин. Сеточка килограмм 100 гривен. Есть мандарин 158. Груша по 39. Вот, наверное, нужно будет. А нет, это лимон. Блин, похоже, похоже отдаленно на груши. Я еще сегодня без очков, поэтому такое. Арбузы 21 гривна 90 копеек за килограмм. Манго 56 за штуку. Киви. Упаковочка 113. Гранат 85. Виноград по 90. Без косточек. Киш-миш. Еще очень много яблок. Сыр гауда. По 310 гривен за килограмм. Так, возьму, наверное, два таких. Их две упаковочки. Пусть будет. Там еще дальше видео. Акции у нас сыр. Тоже нужно будет взять. Взгляните, какая интересная инсталляция. Прикольно. Вот в таком национальном стиле. Козак везет тележку с яблоками. Интересно. Возьму еще сырочек такой. Моцарелла 54 гривны за одну упаковочку. Так бросаю. Вот еще клей, кстати, взял. Меня попросили приобрести. Колбаска. Нарезка 30 гривен за 80 грамм. Такая куриная колбаса. Хамон серано. Балык 244 за килограмм. Вот такой кусочек. 72. Я не ел подобное мясо, наверное, года два уж точно. Если не больше. Очередь какая-то за рыбой. Наверное, там хорошая акция. Ого. Взгляните, как красиво сделано. Какая потрясающая инсталляция. Эйфелева башня. Подсвечивается. Пирожочки. Всякие круассаны. Можно продегустировать. Сначала приобрести, а потом продегустировать. Вот пирог такой сдобный с маком. 49 гривен. Нормальный. Возьму обязательно сырный лаваш армянский. Он очень вкусный. Потрясающий аромат сыра. Вот, как знают постоянные подписчики моего канала, очень люблю сыр. Если вижу что-то со вкусом сыра, то обязательно не пройду мимо. Хлебушек тостовый. 28 гривен. Направляемся с вами дальше. В мясной отдел. Видим, кстати, тортики по правой стороне. Вот здесь акции. 20%. Конечно, 20% наверное маловато. Обычно тут, когда заканчивается срок годности, присутствуют 40% скидки. Вот тогда смысл покупать есть. Вот газировка Чупа-Чупс. Филе куриное. 174. Стегно 99. Суповой набор 39 куриные. Ножки по 70. Здравствуйте, а можно килограмм филе куриного? Пожалуйста. Вот. Вырез котлетчика. 484. Антрикот говяжий. 270. 28. Корейка. 264. Все. Вот это свиное мясо. Внутренняя часть свинины. 184. Вот стегно без костей. 179. Вот все цены на свинину. Гуляш со свинины. 175. Вот. Кому интересно, можете нажать на паузу и посмотреть. Ошиек. Бескости. 292. Почеревина. 164. Вот еще тут очень много свинины. Разнообразные. Цены можете видеть на видео. Колбаса. Соляньска. 129. Вот еще, смотрите. Фарш. Фарш это свинячий. 152 гривны. 187. Вот фарш. Ассорти 155. Тут, наверное, и свинина, и куриная. Все вместе. Фарш говяжий. 192. Толячий. 242. Говяжий. 202 гривны. За килограмм. Так, направляемся вместе с вами на кассу. И покажу сейчас, что же купил. Итак, давайте посмотрим, что же купил. Сыр гауда. 51 гривна. 162 грамма. Фере куриная. 190. Кило 100. Сыр гауда. 43. Лаваш армянский. 27. Два клея. По 46 гривен. Творог. По 35. Взял два творога. Йогурт. 49. 90. Кола. 30 гривен. Сыр моцарелла. 54. В общем, все получилось. 610 гривен. Вот такие сегодня были покупки. Благодарю за просмотр. Желаю всем мира, добра и хорошего настроения. До новых встреч!